Маленькая Лиля не плачет перед прививочным кабинетом. Сегодня ей предстоит вакцинация от полиомиелита, а это всего лишь капли. Врач предупреждает о возможных повышении температуры до трех дней, болит нога или что-то еще чешется, и синячки бывают от уколов. Мы не испытывали таких проблем. А вот Вероника от слез не удержалась. Годовалая малышка к хомариному укусу готова не была. Слезы высохнут быстро, неприятные ощущения забудутся. Зато теперь Вероники не страшны, как лёж, дифтерия и столбняк. Ваню привьют от гепатита и полиомиелита. Сегодня его не мыть, не купать, температурку наблюдать. Если будет температурка, значит дать ему жаропонижающий. Если покраснение на ножке будет, значит помазать фенстилом. Мама пятерых детей Елена в пользу прививок не сомневается, когда дома целый детский коллектив и болеют по цепочке. Поэтому Лена прививает сыновей и дочек не только по календарю, но и по сезону. От гриппа, например. Просто добывают, но очень редко у нас. Лучше перестраховаться, чем потом лечить его от всяких болезней. Тем более, что большинство болезней, от которых прививают детей, смертельно опасны. В лучшем случае полиомиелит и дифтерия грозят параличом. Паратит, он же свинка, бесплодием и сахарным диабетом. Гепатит B, циррозом и раком печени. Краснуха во время беременности врожденными пороками плода. Отсутствие прививки от столбняка может привести к смерти взрослых и детей, даже при незначительной травме. Собственно, серьезность вакцинации родители признают. По информации медиков, 95 детей нашего округа привиты. Два года назад в календарь дополнительно была включена вакцинация от гемофильной инфекции. Мы, в принципе, уже эту тему поднимали. Она не всем детям показана, она показана детям с ослабленным иммунитетом, с частыми вирусными заболеваниями. Но, тем не менее, вакцины тоже достаточное количество, ее можно спокойно делать. Начинают ее прививать с трех месяцев и прививают ее до пяти лет. 5% родителей, которые не прививают детей, должны знать, их малышей обязаны принять в детский сад или школу. Однако, в случае, если в образовательном учреждении обнаружится заболевание, от которого ребенок не привит, он будет сидеть дома, пока длится карантин. На 45 дней отстранят от детсада непривитых от полиомиелита, когда в группе идет плановая вакцинация. Потому что он может просто заразиться. Потому что, ну, есть вероятность такая, да. То есть, вот для того, чтобы… Это в приказе, в законе существует, это в приказе по полиомиелиту есть такой приказ. Но в последнее время все больше мам отказываются прививать детей. И не только в нашем городе, но и в стране целом. Врачи бьют тревогу. Начали поднимать голову инфекции, о которых уже почти забыли. Екатерина Богдан, Николай Фарафонов, Телемикс.